Нынешние выборы станут одними из самых масштабных на Кубани. Сегодня глава региона Александр Ткачев на рабочей встрече с председателем избирательной комиссии Юрием Бурлачко обсудил готовность специалистов и участков к предстоящим выборам, которые пройдут 14 сентября. Жителям края предстоит избрать 8 глав районов муниципалитета, 218 городских и сельских поселений, более 6 тысяч дебютов муниципальных уровней. Это практически 15% от общего числа вакантных мандатов нашей страны. Это огромная ответственность для властей всех уровней и, конечно, для самих кандидатов в партии, но и, безусловно, для краевой избирательной комиссии, для районных комиссий. Я уверен, что мы пройдем этот этап достойно, объективно и, конечно, под контролем всех общественных организаций, партийных, простых людей, как, в общем-то, это положено и по закону. Как вообще подходит избирательная компания в крае? Компания проходит достаточно спокойно. Средства массовой информации даже обзывают, что скучно. Но я думаю, что это очередной раз подтверждает статус Краснодарского края, как региона со стабильной политической ситуацией. И выбор – это не шоу. Выбор – это работа, это формирование органов государственной власти, органов местного самоуправления. И, наконец-то, наступают времена, когда все это происходит в спокойном формате, в рамках действующего законодательства. В этом году в избирательной кампании будут участвовать больше политических партий, причем не только парламентских. Если в 2009 году в крае на выборы пошли кандидаты от пяти партий, то в этот раз их в три раза больше. Это неплохо. С партиями, с политическими структурами новыми придут и новые имена, новые лица. Я надеюсь, очень неравнодушные, деятельные люди, ответственные за судьбу нашего края, территорий, городов, станиц, хуторов нашего края. Одними из центральных не только в крае, но и в России, станут выборы мэра Сочи. На пост главы Олимпийской столицы сейчас зарегистрированы пять кандидатов, в том числе и нынешний градоначальник Анатолий Пахомов. Это действительно для нас тоже серьезное испытание. Это постолимпийский город, ключевой город не только для нашего края, но и для страны в целом. Без привлечения сегодня его знает весь мир. И, конечно, для нас крайне важно сохранить здесь и политическую стабильность, социальную стабильность. Поэтому внимание к выборам мэра в Сочи особое. И, конечно, кто станет руля города, будет во многом зависеть дальнейшее развитие Олимпийской столицы и благополучия жителей города Сочи. Поэтому, как ведется компания в городе? Первый вопрос, который поступает при звонке центральной избирательной комиссии, как ситуация по городу Сочи. На сегодняшний день ситуация достаточно стабильная. Все действия происходят в рамках действующего законодательства. Безусловно, оппоненты начинают показывать немножко мышцы, сжаловаться друг на друга. Но это естественный процесс, который сопутствует любой избирательной компании. В любом случае, экзамен-то серьезный. Так, в целом, ситуация достаточно стабильная. Очень важно. Напомним, единый день голосования на Кубани пройдет 14 сентября. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.